Итак, друзья, Илон Маск официально протестировал новый, значит, автомобиль электронный от Вольсвагена, который называется ID.3. Давайте посмотрим. Вышел из самолета, сидит за рулем. Видите, вот он слева за рулем. Я делал маленький экран, потому что у меня поломается GeForce Experience. Тыпичный, я бы сказал, герман, статус-нарочный, лейт-копинг, гимнерзенцы, лейт-копинг. Возможность протестировать у Илона Маска Появилась во время встречи с Гербертом Дисом Которая состоялась в аэропорту Браунс Вик Глава Тесла высоко оценил способность ID3 к ускорениям Отметив, что для гражданской машины Потенциал электрической пятидверки Вполне достаточен В свою очередь Дис заявил, что в рамках Концерна Вольсваген За ускорение отвечает Порше Тейксан Тейкан И он нас Также похвалил управляемость ID3 И наличие ряда Электронных ассистентов Базовой комплектации Источники издания Automotive News Утверждают, что Илону Маску Решили еще и внимательно Осматривать кроссовер ID4 Но проект на нем не довелось Прочие детали Встречи двух видных деятелей Электромобильного бизнеса не разглашаются Вольсвагене ID3 считается потенциально Массовой моделью Его цена на Германии Начинается с отметки 35,5 тысяч евро Давайте я открою сейчас курс Чтобы нам в России было Это почти 8,9 и 9 35,500 евро Умножим на 89,9 Друзья, чтобы было видно Сколько это в России Ну 3 миллиона 200 тысяч рублей Друзья Я думаю Ну вопрос у кого сейчас из россиян Есть 3 миллиона 200 тысяч На электромашину Которая еще будет стоить дороже У нас здесь с растаможкой Ожидается, что именно ID3 Станет самым конкурентом Tesla Model 3 в странах Европы Официально целью поездки Илон Маск в Германию Была инспекция строительства Завода Tesla Неподалеку от Берлина Организируется мощное предприятие До полмиллиона электромобилей Вот Друзья, вот такая вот новость Ссылка на нее в описании Всего доброго, всем пока До свидания